Всем привет! Сегодня я расскажу вам об классе LocalDate, который появился в Java 8 и сильно нам облегчил нашу жизнь. Почему? Ну смотрите, раньше мы пользовались датами. У нас была data, date, которая из себя представляла миллисекунды с 1970 года, с 1 января 1970 года. Если, допустим, нам нужно было поменять дату, увеличить месяц, уменьшить месяц, число увеличить и так далее, нам нужно было использовать календарь. То есть миллисекундами нам пользоваться неудобно, поэтому мы всегда берем calendar, get instance и мы туда всегда можем засетать нашу дату. Вот. И, соответственно, когда у нас есть календарь, мы можем увеличивать, скажем, не знаю, месяц, ну тут день месяца, день недели и так далее, день года. Мы месяц можем увеличить, то есть на 2 месяца вперед идти, там на 2 минуты, на 2 часа, там и так далее. То есть с помощью календаря мы раньше вот так вот все это увеличивали. Что, в принципе, не всегда было удобно, ну, вот такой вот у нас API был. Плюс еще, допустим, если бы мы хотели что-то распарсить или отформатировать, мы используем simple date format. Simple date format, который работал вот таким вот образом, то есть мы указали дату, там, скажем, месяц, Y. Но обо всем об этом я рассказывал, это есть специальный урок у меня, вы это все уже знаете. Теперь мы можем simple date format, формат, сюда указываем дату нашу, ну или из календаря берем эту дату. И все. И если мы это запустим, у нас дата будет вот в таком виде. Та блин. Ну вот, видите, у нас дата, так как я ее отформатировал, то же самое можно было бы сделать с точностью наоборот. То есть я мог бы, скажем, получить дату из simple date format, распарсить ее там, скажем, дату, я не знаю, 21, а вот второе, 2017. И вот дата распарсивалась. Вот так вот мы раньше работали. Но на дворе 2017 год, хотя на самом деле, конечно, все вышло намного раньше, у нас появился класс local date. В java 8. Так, наверное, не получится. Да, вот. Он намного удобней. Ну, смотрите, во-первых. Вот у нас java 8. Класс представляет из себя время без time zone. Ну, и тоже хранит те же самые миллисекунды, я так понимаю. Но, плюс он иммьютабл с редсейв. Но основное преимущество его, конечно, это удобство работы. То есть, во-первых, тут он предоставляет нам очень много разных возможностей. То есть, мы можем, как сейчас создать, так же мы можем указать, там, год, число, месяц, там, и так далее. Вот. И если надо, он может учитывать, там, зону, мы там можем ее проставить. Ну, давайте мы сейчас создадим. То есть, на текущее время она у нас будет. Это раз. То есть, создавать намного проще, больше разных модификаций и так далее, как там пришло. Дальше, что касается времени. Local date. Мы его меняли. Смотрите, здесь к нам уже пришли такие методы, как плюс и минус. То есть, я могу минусовать дни, месяца, недели, года. То есть, я хочу там уменьшить на 5 дней. Я просто вот так вот прописываю. Как видите, интерфейс стал намного удобней. И работать с этим классом стало, конечно, намного лучше. Если я хочу увеличить, у меня есть плюс. Плюс месяца, неделя, там, я хочу на 5 месяцев увеличить. Плюс 5 месяцев. Вот. Ну, и вообще, если вы здесь посмотрите, здесь куча разных полезных методов. Можете поковыряться. Суть в том, что это нам прошло на смену календаря и даты. И с этим работать на порядок удобнее и лучше. Что дальше? Дальше форматирование я вам показывал, как нам улучшилось форматирование. Ну, теперь у нас есть DateTime. DateTimeFormatter появился у нас. Вот, тоже с Java 1.8 у нас. Ну, и представляет, соответственно, из себя формат времени. Ух, тут описание, конечно, так не кисло. Вот все его, эти самые, которые мы можем в форматировании передать. Да, тут такой немаленький класс. Форматер. Форматер для форматирования и парса объектов. Так. Что он там нам ругается? Потому что тоже просто так создать нельзя. Да, Off Pattern мы здесь можем использовать. Мы там можем где-то зону поуказывать. Но самое простое это Off Pattern. То есть мы здесь должны указать Pattern. Так же, как мы указывали Simple Date в формате. Так же здесь мы указываем Pattern. Ну, и теперь мы его можем использовать для парсинга и для форматирования. То есть если я хочу вывести строку, я делаю форматирование моей даты. Так, Local Date. Ага, вот формат я вызываю. Туда передаю DateTimeFormat. Ну, вот как видите у нас. 24 на 3 2017 вывелось вот в таком формате. То же самое можно и распарсить. То есть если мне нужно создать Local Date. Я могу DateTimeFormat. Парс. И сюда какую-то дату передать. Что нет, не могу. Temperar Accessор он мне вернет. Сейчас, как я там парсил, секундочку. А, да, смотрите, мне нужно вот так вот сделать. Пу-пу-пу. Куда это форматер? Вот так вот мне нужно делать. То есть я беру Local Date, у нее вызываю парс. Сюда передаю число, которое я хочу распарсить. А сюда сам DateFormat. Вот. И у меня распарсит. И здесь будет как бы соответствующая дата. Все работает. Все классно, все здорово. Так что как-то так. Нам улучшилась жизнь с приходом Java 8. И с работой, работа с датами у нас тоже на порядок улучшилась. То есть вы должны уметь пользоваться этим Local Date. Ну тут функционала не сильно много. То есть уменьшать, увеличивать числа. Плюс форматировать строки. Туда и обратно. Больше функционала вам по идее не надо. На самом деле этого в принципе для работы хватает. Но если что, все есть всегда документация. Если у вас есть какие-то более изящие. Нужные, необходимые вещи. Вот. Ну и на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.